ОМТВ.УА. Промнайголовнейшим. Підпишите и не пропускайте новые видео. Обовязково пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы сильны, когда объединены. Ты хороший, пряник-пряник, кнут получается. Это страшный такой удар по престижу, по психике Кремля. Нас вымели, остатки нашего влияния из-за Кавказа. Сейчас мы ничего не можем предпринять. Новые беды посыпались на российских патриотов буквально со всех сторон. Не успевают они опомниться от одного унижения, как за ним тут же следует новое. Пока пропагандисты бились в ярости из-за ударов по штабу Черноморского флота в Севастополе, тревожные новости для них пришли совсем с другого направления. А именно из Нагорного Карабаха, где армия Азербайджана сначала нанесла удар по российской военной базе, а затем еще и расстреляла машину с российскими миротворцами. Получилось, конечно, неудобно. Но поскольку ничего поделать с Турцией и Азербайджаном Россия все равно не может, так как ее слабость после провала в Украине стала всем очевидной, россиянам остается только утираться и делать вид, что ничего особенного не произошло. Поэтому на российских каналах все эти инциденты с ударами по миротворцам даже и не показывали. То есть, если в 2008 году Россия напала на Грузию под предлогом того, что Грузия якобы атаковала российских миротворцев в Южной Осетии, а в 2022 году Россия устроила полномасштабное вторжение в Украину под предлогом того, что Украина якобы в Донецке взорвала какой-то УАЗик и еще разбомбила какую-то будку на границе с Россией, то теперь после реальных ударов по миротворцам, которые зафиксированы на видео, задокументированы после реальных жертв, Россия сделала вид, что ничего не произошло, произошел вообще какой-то пустяк, на который и реагировать не нужно. Как говорится, можете сопоставить факты сами и сделать соответствующие выводы. Более того, после того, как Россия предала фактически своего союзника Армению, российские пропагандисты, российские эксперты, чиновники, телеведущие получили указание Армению просто мочить, ругать в своих эфирах, и теперь все выходят и рассказывают, что на самом деле зря Россия все это время дружила с Арменией, не надо было с ней дружить, потому что армяне слабые, никакого толку от них нет, нужно было дружить с Азербайджаном, потому что посмотрите, какой классный Азербайджан, какой там сильный надежный лидер, Азербайджан победитель, короче, намного выгоднее дружить с Азербайджаном, чем с какой-то там Арменией. Нас пытались поссорить с Азербайджаном. Азербайджан, который сегодня является нашим стратегическим партнером, Азербайджаном, который нигде и ни в чем не подводит, и президент Азербайджана Ильхам Гидарович Алиев является самым надежным, или, по крайней мере, одним из самых надежных, можно поставить рядом, наверное, Александра Григорьевича Лукашенко, наших стратегических партнеров, партнеров президента России на постсоветском пространстве. Самое потрясающее, что все это происходит на фоне ударов по базе российских миротворцев и расстрела автомобиля с ними. А в 2020 году, еще во время предыдущего конфликта, Азербайджан вообще сбил российский вертолет над территорией Армении. То есть, если украинцев за такое называют фашистами и угрожают стереть с лица земли, то Азербайджан и Алиева за то же самое называют надежными стратегическими партнерами, которые никогда не подведут. Причем делается это даже не ради какой-то материальной выгоды, а просто из трусости Россия побоялась вступиться за своего союзника Армению и теперь оправдывает свою трусость и предательство тем, что якобы этот союзник сам виноват, а России даже выгодна победа противника Армении. То есть, фактически Россия теперь как бы не с проигравшим, а с победителем. Оцените финт. И сейчас уже российская пропаганда пытается подать вот эту победу Азербайджана как свою собственную победу. То есть, фактически россияне присваивают себе часть лавров, которые получил Азербайджан после победы в Карабахе. Ну, удобно, да? А чего нет? И только лишь всевозможные маргиналы, вот эти российские рассерженные патриоты не пытаются делать вид, что победа Азербайджана выгодна России и прямо говорят, что Россию фактически выкинули с Южного Кавказа и остатки ее влияния в этом регионе полностью утрачены. Посмотрите, был нанесен удар вот в этот, как говорится, под самый отдых Российской Федерации. Азербайджан посмотрел вместе с Турцией, естественно, и его куратором на то, что Кремль не сумел добиться молниеносной победы на Украине. Вот там влепли, завязли. И они решили фактически карабахский вопрос. Одним ударом они вымели оттуда остатки влияния Российской Федерации. Это страшный такой удар по престижу, по психике Кремля, это понятно, по его влиянию. Теперь Калашников прогнозирует, что и Грузия, насмотревшись на слабость и импотенцию России, захочет также вернуть свои захваченные территории, и Россия ничем не сможет ей помешать. В Грузии посмотрят на то, что ох, как хорошо, азербайджанство все вышло, поскольку Российская Федерация ничего сделать не может, она завязла. А там вы на фронте на Украине, так сказать, наступил позиционный тупик, вы там влепли, наступать вы тоже не можете, получите паяльную лампу, что называется, в очень чувствительном месте. Причем сам же вот этот Максим Калашников признает, что вся эта немощь России на Южном Кавказе стала следствием идиотского вторжения в Украину, что вот эта безумная война, она по сути умножила авторитет России просто на ноль, и теперь Россия теряет остатки своего влияния везде, где она до сих пор присутствовала, но при этом вот те же самые вот эти вот имперцы и российские патриоты выступают за продолжение войны, той самой, которая вот это влияние России полностью умножает на ноль. То есть это необъяснимо. С одной стороны, они все понимают, они сами об этом говорят, что Россию просто отовсюду выкидывают, России не будет, это все из-за войны в Украине. С другой стороны, они как бы призывают, видимо, продолжать это до тех пор, пока вообще никакого напоминания о России нигде не останется, и она не окажется в какой-то полной изоляции, полным изгоем. С точки зрения здравого смысла это необъяснимо, я давно об этом уже говорю. Но в любом случае, этот весь кризис на Кавказе, в Карабахе, он в очередной раз показал нам всю суть, такую подлую, и на самом деле абсолютно такую слабую, да, российского нынешнего режима. То есть все вот это надувание щек, ультиматумы НАТО, угрозы Западу, это все было абсолютным фейком. То есть Россия на самом деле ни на что не способна, и пасует даже перед Азербайджаном, как только он показывает ей свою силу. То есть Азербайджану позволено все. Можно бить по миротворцам, делать что угодно, все, эти россияне уже лапки подняли, кричат, что это самый надежный союзник и друг, и можно, короче, как угодно их унижать, и не будут бесконечно утираться. Вот что показала эта ситуация. Подписывайтесь на канал, друзья, и оставляйте комментарии, лайки. Так видео наберет больше просмотров, ну и, соответственно, охватит больше людей, больше людей узнают правду о том, что происходит. Одновременно первые лица Киева, в том числе и сам Зеленский, аккурат перед встречей с Байденом, заявляют, что Пентагон уже почти согласовал поставки ракет большой дальности.